Друзья, советую вам подписаться на канал Сэм Ченнел, парень снимает качественные видеоролики по сампу на сервере Адванс РП Шоколад, так что заходите, смотрите и не забудьте подписаться на него, ссылка в описании, а я желаю вам приятного просмотра. Перед просмотром этого видеоролика хочу передать привет Антону Старку с Адванс РП Порпул, Марка Давиду с Адванс РП Ред, Матео Митчеллу с Адванс РП Шоколад, а также Артему Зайцеву с Адванс РП Шоколад. А если вы хотите, чтобы я также передал привет именно вам, то напишите в комментариях под этим роликом, Райли, передай привет с указанием своего ника и сервера, на котором вы играете, и я обязательно его передам, а мы переходим к просмотру этого видео. Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Райли, рад приветствовать вас на своем канале, и я продолжаю играть в самп на сервере Адванс РП Порпул. Ну что ж, дорогие друзья, это уже 50-я серия моих летсплеев на этом замечательном сервере, я для вас уже заснял полсотни серий на этом, повторюсь, замечательном сервере. И по этому поводу я вам хочу сказать большое спасибо, то что вы меня смотрите, и то что у меня набралась уже довольно приличная аудитория в 900 подписчиков, друзья, это для меня хорошая цифра. И мы на этом, друзья, еще не будем останавливаться, будем дальше развиваться, и как вы можете видеть, я уже в ФБР, друзья, стажер первый ранг. Это еще одно изменение у меня на сервере, то что я перевелся в ФБР, друзья, и у меня за окном стучит дождь, друзья, по окну, и вы, наверное, надеюсь, это не слышите, да? Я думаю, ФБР это довольно интересная фракция, то есть она намного интереснее, чем обычная полиция, тут есть какие-то РП-расследования, тут больше РП, нежели в обычной полиции. Просто вот всякие там расследования придумываешь для себя и скринишь, там, делаешь видеоотчеты, ну и тому подобное, довольно интересно. И вот, как видите, у меня еще с прошлой серии осталась и Легия, давайте-ка в нее сядем. И сегодня в честь этой юбилейной серии 50-й, давайте-ка поедем, купим фейерверк и попускаем около мэрии, то что у меня 50-я серия, друзья, это довольно приличная уже цифра. Я останавливаться не буду, и, кстати, друзья, у меня сохранились номера с прошлой тачки, смотрите, отлично, смотрите, райли, номера отлично сохранились. Здесь прикольно, прикольно, мне нравится, не надо новые покупать, они как-то передаются, не знаю как, с одной тачки на другую, я же вроде не снимал, ПРП и тому подобное. Довольно интересная тачка, можно, в принципе, потом в следующей серии затюнить ее, будет она еще летать. И слышал то, что в комментарии писал кто-то, то что на этой Элегии есть баг, но этот баг, как я говорил уже, наверное, ранее, то что этот баг есть только на Diamond Trolley Play. Фулл ПТ поставил, и она летит больше Инфернуса, это отлично. Но, к сожалению, на Адванте такой фишки нет, тут совсем другой тюнинг, да, друзья, тут совсем другой тюнинг. Тут он больше, не знаю, не знаю, на скорость он вроде не влияет, но все-таки посмотрим уже в следующих сериях, влияет или не влияет. Но, тем временем, поедем, попускаем салютики в честь моего юбилея, 50-й серии на Адванс РП Пурпул. Походу, мы не туда поехали, нам же в магазин пиротехники. У меня есть 23 тысячи с половиной, в общем, на руках, в банк, как-то мне лень идти. Так, кстати, давайте-ка посмотрим мой бизнес, сколько там осталось дней, наверное, заказать надо продукты. Да, когда-то давно я заказывал продукты, можно, в принципе, заказать. Давайте-ка закажем, 1500 давайте закажем. 37 штук нормально заплатили. Ну, в принципе, развозчикам продуктов работать выгодно. Как вы помните, я в одной из серий своей был развозчиком продуктов. Кликайте на дотации на экране, перейдете по видео и смотрите, в общем, как я там работал. Развозчиком продуктов развозил бизнес для себя, вот. Так что, смотрите, друзья. В казино я, друзья, не хочу ездить, потому что у меня, я как говорил в прошлых сериях, у меня от него отвращение. Так, вот такие вот дела. И в казино это азартные игры, и я в них не хочу ссуваться даже, потому что это как-то плохо. Не хочу, в общем, азартничать, в общем. Так, нам вроде сюда. Большой фейерверк, может, купим, да? Нет, давайте-ка малый фейерверк. Или средний фейерверк, давайте, купим. В общем, друзья, давайте его запустим где на мэрии, да? Надеюсь, он будет отлично выглядеть. Припаркуемся. Так, закроем тачку. И давайте-ка поставим фейерверк вот здесь. Блоу, блоу. Вот такой фейерверк, друзья. Это в честь, друзья, 50-й серии на этом сервере. Отлично. Спасибо вам, друзья. Вот этот фейерверк в честь вас. То, что вы меня смотрите, и то, что вы мотивируете меня снимать дальше видеоролики. И это, я думаю, не конец 50-й серии. Это не последняя серия, друзья. Давайте-ка встанем и полетим. Блин, он все кончился. Это, конечно, жак, печально, что он кончился так быстро. Ну да ладно. Э, а где моя тачка-то? Где моя тачка, лол? Друзья, где моя тачка? Где моя тачка? Капец, ребят, что-то дела были. Где моя тачила? Она около дома оказалась. Как? Да, снимаю. Да, снимаю. Блин. Ребят, что за дичь появилась? Блин, надо, короче, перезаходить. В общем, друзья. Сейчас перезайду и продолжим уже на моей тачке легии. Так, друзья, окружили меня тут подписчики. Мои администрации желают мне приятной игры. Очень приятно, что меня администратор смотрит какой-нибудь. Так, передаю привет. Сантьарго Сарагоза, привет тебе. Удачи тебе, чтобы было 3 миллиона подписчиков. Спасибо тебе, спасибо. Фами Русса, привет вам всем, друзья. Спасибо, что вы меня смотрите. Так, в общем, ребятки, директор ФБР зовет нас ехать на дамбу. Я понятия не имею, что там я поставил уже сетмарк на него. То есть, у него уже маяк был. Он специально так делает, чтобы найти друг друга, да. И поставил метку на карте, чтобы быстро доехать до этой точки, друзья. И, как видите, у меня отображается маршрут этой карты GTA 5. Если кто не знает, где ее скачать, кликайте по аннотации на экране. Вы попадете на видео, где я все рассказываю об этом ходе и как его установить. Так что, друзья, смотрите и устанавливайте. Все, без вирусов, без всяких стилеров я сам им пользуюсь. Мне не нужны ваши, друзья, аккаунты. Я этим не занимаюсь. И мне это неинтересно. Я только стараюсь делать для вас качественные видеоролики и все. Ничего более. Никакие чужие аккаунты мне не нужны. Так что, кликайте по аннотации на экране и смотрите. Не бойтесь ничего. Я вас не обману, не обкраду. Ничего с вами не будет плохого. Так что, вот так вот. Вот уже подъехали. Тут какая-то сходочка. Я так понял. Так, 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 так. Тихо. Так, вот мы приехали. Куда, куда, куда. А куда нам надо-то? Нам туда надо. Что стоять? Что стоять? Ну ок. С другой стороны и бегу. Вот я добегу, короче, с другой стороны. Что-то там намечается. Я так понял. Какое-то мероприятие. И, кстати, друзья, на этой неделе было какое-то мероприятие. Вроде какой-то взрыв на заводе был. Я, конечно, это не снимал, потому что я не считал это нужным. Охренеть. Тут добавили ленту какую-то. Police line. Do not cross. Типа полицейская линия. Не пересекать. Кстати, object есть. Object. Object. Вы не стоите мафии. А как ее делать? Do not cross. Что тут такое? Я не понял. Что здесь твое тарица? Напишем. Что здесь происходит? Что здесь происходит? Я понятия не имею, что здесь происходит. Тут армия. Какая-то вояк. Каких-то ментов. И ничего непонятно мне. Что тут происходит? Какие-то расследования. Вот видите, тут калаш какой-то лежит. Какая-то тут нога чья-то. Наверное, теракт. А, да-да-да. Я понял. Это РП теракт, друзья. Довольно интересно придумали. Что нам нужно делать? Так, где тут напишем? Что нужно делать? Тревор. Где-то Тревор Тревор. Где наш директор-то? Товарищ директор. Товарищ директор. Короче, напишем. Что нужно делать? Что нужно делать? Скажите, что делать? Установите, кому принадлежат отпечатки. Отпечатки. Ага, хорошо. И Матео с собой возьмите. Окей, окей. Так, будем помогать. РП расследование какое-то. Артем. Какой я, Артем, тебе? И Матео, шо-шо? Слушаю, да. 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 Что с ними делать-то? Со мной в лаборатории. Окей, ушки. Берите с собой образцы. Интересно, что, друзья, брать? Вот, кровь. 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 Мем. Хайрали пишет. Привет. Привет. Меня уже тут узнают. Так, мем. Мем. Достал. Перчатки. Из кармана. Ду. Перчатки в рука. В руке. Мем. Надевает перчатки. Один из двух. Вот так вот. Один из двух. Мем. Перчатки на руках. Всё отлично. Ду. Точнее, напишем. Перчатки. Чатки на руках. Перчатки надеты. Надеты. Так, в общем, кто-то меня зовёт. Я не успел никакой взять образец. Вы чё встали? Дайте пройти. Куда мне тебя? Не вижу. Эээ. Та-та-та-та-та-та-та. Где? Я не вижу вас, друзья. Где вы? Напишем. Где вы? Где вы? Я не вижу вас. Я надел перчатки и дальше не закончил, в общем. А, вот они, вот они. В общем, садимся в тачку. И погнали, в общем. Ну, в общем, будем считать то, что я вот эти образцы крови взял на перчатках. Мем снимает перчатки. Один из двух. Ду перчатки сняты. Положил перчатки в герметичный пакет. Не положи пакет в кармане. Не положил. В общем, положил перчатки я в герметичный пакет. И будем класть вот этот образец крови на анализ в офисе ФБР. Вот так вот. В общем, едем в офис ФБР. Мне тут довольно прикольно понравилось. То, что здесь РП такие интересные. Не знаю, куда мы едем. В общем, мы здесь остановились и что-то открыли багажник. Я так понял, надо идти вниз, вот тут вот туда, в подземелье, и туда ложить все эти эксперименты, что ли. Джереми, нужно позвать кого-то. Кого? Идем. Ну, ладно, идем. В общем, туда вниз. В общем, ребятки, мы пришли в лабораторию. И что-то вот здесь будем интересное делать. Мы под базой СВ. Положил кейс на стол. Я так понял, мы сейчас будем включать компьютер какой-то. Положил. Откыл кейс агента. Ага, госнаркоконтроль. Типа, кейс открыт. Компьютер включен. И мы, походу, будем осматривать из пакета АК-47. Ладно, ладно. Довольно интересное РП-задание. Тут вот мы делаем ФБР. Так. Что дальше, интересно, ты будешь... В общем, давайте-ка передадим образцы крови, которые я нашел Джереми. Мем достал... Мем достал пакет. Ду пакете образцы. Мем передал пакет. Передал. Передал пакет. Давайте-ка к мем. А ним, точнее, да. Ведем. Вытянут руку перед собой. Вот, типа, я отдал ему пакет. Взял. Взял пакет. Отлично. Пакет в правой руке. И что он, интересно, будет делать с ним? В общем, после долгих результатов экспертизы, как видите, тут анализ крови проверили. И они решили, что это тут какие-то террористы из России или Японии, да, смотрите. Или какой-то узбек тут говорят. Довольно интересно придумали. Очень интересно. Говорит, нет места прописки. Ну, понятно, понятно. Все эти террористы неизвестно, где, откуда берутся. Сворачиваем все. И что еще? Едем обратно. В общем, дорогие друзья, мне до конца не удалось проверить экспертизу, потому что по неизвестным причинам меня крашнуло, да. Вот так вот грустно, конечно, получилось. Ну, да ладно, друзья. Вот такая у нас получилась юбилейная серия на этом замечательном сервере Advanced Replay Purple. И, думаю, завершать на этом серию, друзья. Так что, спасибо за просмотр. Не забывайте ставить лайки и подписываться на мой канал, если вы еще этого не сделали. А также ждать новой серии по GTA Samp. А с вами был Райли. Всем удачи и всем пока.